Здравствуйте дорогие мои и любимые телезрители и конечно же подписчики на канале youtube голова садовая сегодняшняя тема посев баклажан я конечно при этом не вижу телезрителей но зато при этом я уже через двадцать тридцать минут получу как только этот сюжет выйдет на ютюбе будет выложен я тут же получу массу комментариев которые меня просто уложат на лопатки да что вы такое придумали что там ага вот сейчас баклажаны будем сеять еще у нас январь на дворе мы уже все в посеве да милые мои любимые господи ты боже мой вы шо хотите баклажанов или ботвы побольше да успокойтесь вы все уже можете не сеять это ваши проблемы только давайте сравним уже в июне месяце ваши баклажаны и мои баклажаны ваши перцы и мои перцы и посмотрим кто силы свыращивает а кто плоды поэтому если вы хотите чтобы ваш урожай был прилично но будьте любезны напрягитесь не хотите 11 сеять января посеять и 18 19 тоже хороший знак почему 11 да потому что замечательнейший знак и растет хорошо и не болеет и никаких там проблем нет причем луна очень красивая в это время будет значит так в этот тазик мы делаем почвосмесь для посева плодовых овощных культур будем сеять баклажаны следом будем сеять перцы в этот же день и через буквально там месяц будем сеять помидоры почва смесь одна и та же вся группа посленовых и все любят нейтральную почву естественно мы сделаем всего там два-три горшочка нам же больше не надо вот ненавижу эти лос эти уменьшительные слова мы сделаем два-три горшка всего или контейнера как захотите значит нам понадобится вот эта почва обогащенная ой камнями я чувствую брякает по тазику поэтому ее объем будет не велик знаете когда читаю рекомендации на обратной стороне всевозможных там упаковок в некоторых написано вот вы там в почву добавьте в каждый горшок по столовой ложке этого вещества потом по чайной этого да елки-палки а нельзя сразу на определенное количество объем литров а сердце радостно бьется ну наконец-то началось теперь в эту почву значит готовы уже мы добавим кокосовый брикет так до 25 процентов от объема почвы может быть использован кокосовый брикет мне достаточно значит теперь сюда нужно добавить для рыхления она и так в общем то неплохая но в процессе когда мы будем поливать она конечно будет слеживаться поэтому перлит это тоже обязательная добавка вот такую вот видите как пылит фу какая гадость ну и конечно же вермикулит который будет прекрасной добавкой причем убивается сразу как бы два зайца питательность до из почвы питания будет подтягиваться на вермикулит а потом отдаваться растению но при этом и перлит и вермикулит будут раскислять почву чуете про что говорю правильно потому что этим растениям нужна нейтральная среда вот эту среду мы и мы обеспечим ну если вы считаете что недостаточно какого-то из этих составных препаратов веществ то можете добавить вот меня устраивает совершенно посмотрите какая красавица почва почва смесь теперь уже это будет называться надо правильно все говорить тогда мы будем понимать друг друга почвы является только вот эта почва видите а составляющая всех вот этих препаратов веществ называется вот это уже почва смесь замечательно все получилось я очень рада теперь нам надо заполнить наш контейнер вот все подобные емкости квадратные овальные круглые неважно какие будут называться контейнеры не горшочки и не горшулечки значит у этих контейнеров если они изготовлены промышленным способом есть вот такие отверстия посмотрите какие они шикарные их 8 конечно отсюда всегда будет отходить лишняя вода сделано все очень и очень умно вот те которые это находится на пятках они как бы до выступает вот видите видите как выступает до из края они будут выпускать воду а вот смотрите есть еще отверстия боковые на пятках прямо они изнутри расположены они будут подсасывать воздух что крайне необходимо растения корневая система не может бежать без воздуха конечно если бы могла наши бы помидоры росли их корни на глубине 15 метров но это не так только вот зона обитания корней 25 но у некоторых и метр но все равно это особенное растение значит для того чтобы посеять что-нибудь во что-нибудь надо естественно насыпать почвы в такой контейнер смотрите беру горсть и укладываю вот так на дно и что я делаю я прижимаю вот так согнутыми пальцами полусогнутыми прижимаю так чтобы с этой стороны уже видите почва немножко вышла но она не вывалилась и больше не выводится и не вымоется а вот теперь мы уже укладываем как бы то количество почвы которое нам нужно для посева ну примерно вот до этой бороздочки чуть чуть ниже и и очень все красиво очень хорошо я всегда приминаю пальцами чтобы выровнять поверхность что же мы будем делать дальше мы же сегодня баклажаны 7 конечно в идеале нужно на дно отправить примерно сантиметра 2 ну какого-то дренажа но мы воспользовались перлитом поэтому мы дренажом пользоваться не будем нам и этого достаточно что ж такое баклажаны и баклажаны особенная культура вот здесь у меня три сорта я выбрала не очень высокие и не очень крупная это пинг-понг это неоновый шар и естественно японский карлик все они мною уже были сажены пересажены и очень мной любимы дают всегда хороший урожай не крупных очень с тонкой шкуркой которые все лето можно есть и наслаждаться значит баклажан чем особенный он единственный из всех культур огородных любящих тепло любит больше всего это тепло огурцы так не нуждаются в тепле как нуждается баклажан и когда я слышу ваши ой господи боже мой даже не знаю как это назвать возмущение что мы их так рано сеем это зачем надо послушайте меня девочки и мальчики а рано сеем потому что он долго растет раз потому что у него завяжутся плоды только при температуре не ниже 20 градусов 2 он разовьет корень глубиной до метра три и как это вы собираетесь высадить вот такой чахленький баклажанчик 14 июня когда у минует угроза заморозков и что вы от него собираетесь получить и я думаю что ничего поэтому сеем 11 января если что-то не получится пересеиваем 18 19 января ну для как бы того чтобы сделать вам приятное давайте посеем белые вот вроде как все тут достаточное количество это 0 3 грамма да это огромное количество судя по всему семена обработаны предпосевную обработку они прошли потому что имеет цвет такой перламутрово-розовый значит все таки ну максимка тут побывал но я имею ввиду препарат максим или это престиж ну что-то из этого поэтому мы их обрабатывать не будем если хотите обработать баклажаны собственного сбора семян ну тогда вам понадобится и пин экстра две капли на стакан замочили семена и через там буквально полчаса подсушили на газетке подули слегка чтобы они у вас начали чуть цепиться и сеете на здоровье вот этот значит контейнер приготовлен для посева этого сорта все сорта будут в разных контейнерах я их не собираюсь путать они несколько разные по цвету и по росту и по срокам созревания даже разные поэтому все отдельно но прежде чем отправить их сюда нужно что сделать правильно пролить очень горячей водой вот как только вода появится сейчас в поддончике значит ее количество более чем достаточно ну я надеюсь что сейчас она уже потечет убираем лейку значит посев производится естественно мы же не промышленные да ребята не фермеры поэтому каждая семечка я буду раскладывать мне нужно не более десяти растений вот в этом контейнере вот один два три чтобы не нарушать растению его желание расти и плодоносить надо все-таки помнить что не всякие растения как помидор например оторвал ему там центральный корень на одну треть снизу и до свидания пикировка завершена баклажаном и перцем несколько по иначе но это мы расскажем позже посмотрите я разложила семена все что осталось отправляю назад в пачку надеюсь что срок годности здесь до 18 года так что на следующий год мы тоже посеем но если вдруг что-то не получится вы представляете себе да они практически три недели будут выпускать первый настоящий лиц семи доли листьями не являются вот первый настоящий лиц когда появится и вот так вот отложится на бочок это и будет называться полные всходы и вы тогда поймете почему вот здесь на пачках написано плодоношение от полных всходов до начала там до появления цветочка ага 120 дней ну и когда их все это значит так все пальчиками осторожненько можно придавить а теперь внимание что делаем дальше берем почву и два сантиметра сверху очень аккуратно распределяя ее не торопитесь куда нам уже торопиться у нас сезон начался нам надо сделать один раз и как следует чтобы потом все это не переделывать не пересеивать так вот такой слой сейчас я приму пальцами смотрите приминаю и останется сантиметра полтора два не более но на всякий случай и вот тут вот по краешкам подцеплю еще вот эти все лохмотья убирайте они добрые службы не сослужат и все посмотрите мы их не поливаем больше не требуется этот горшок нужно убрать полиэтиленовый пакет поскольку земля пролита сверху слой естественно подтянет воду и намокнет семена будут находиться во влажной зоне но вот температура при которой взойдут наши сеянцы она должна быть не менее 28 30 градусов по цельсию поэтому мы завяжем вот так вот мешочек вот так вот чтоб там воздух был плотненько на бантик пожалуйста и поставьте к батарее или на батарею через толстое полотенце и оставьте до всхода если вот я провела кипятком практически да и семена расположила вот на эту горячую землю это тоже хороший прогрев кстати и прогрев и обработка марганцовки и в там в эпине это все дает один и тот же результат мы избавляемся от болезней что и требуется значит и теперь это уедет на теплую батарею потому что температура еще раз повторю 28 30 градусов для всходов на этом посев закончился как только там появятся петельки наших замечательных баклажан мы должны выставить это на окно на светлое солнечное и чтобы температура там было не более 16 18 градусов вот тогда нам будет успех обеспечен что делать с ними дальше мы будем снимать все время как только будут появляться всходы я вас люблю целую крепко ваша тетушка репка